Сегодня в регионе отмечается низкая интенсивность эпидемического процесса. Заболеваемость находится на уровне средних многолетних показателей и соответствует холодному периоду года. Среди преобладающих негриппозные респираторные вирусы есть место единичным случаям обнаружения вируса гриппа. Специалисты успокаивают, осложнений ситуации не ожидается. По общему мнению врачей, хорошая картина в области – результат массовой иммунизации. На протяжении последних трех лет на Брещене обеспечивается 40-процентный охват населения прививками против гриппа. В сравнении с 2009-м, когда в регионе было 68 тысяч случаев острого инфекционного заболевания дыхательных путей, в 2016-м лабораторно подтверждено 313, что, как ни цифры, говорит об эффективности процедуры вакцинации. Упор мы делали акцент на вакцинации в основном на группах риска. В группах риска мы обеспечили 75-процентный охват прививками, 75 и более. Самые высокие у нас были среди медицинских работников. Больше всего привито. И среди лиц, находящихся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания. Как и в предыдущие годы, вакцинация проводилась и на платной, и на бесплатной основе. За счет средств республиканского бюджета, это лица из групп риска, те, у которых наиболее высок риск развития осложнений, было привито 174 тысячи человек. За счет средств местного бюджета, в основном это школьники, дети дошкольных учреждений, педагоги и частично другие контингенты. Было привито более 250 тысяч человек. И на платной основе, за счет средств предприятия и личных средств граждан, почти 109 тысяч человек. Специалисты предполагают, что в текущем году заболеваемость гриппом в Брестской области будет на уровне прошлого года. По прогнозу Национального центра по гриппу и другим острым респираторным заболеваниям, подъем ожидается в конце января, в начале февраля. Циркулировать будут вирусы гриппа А и Б. В группе риска люди пожилого возраста, лица, имеющие хронические заболевания легочной, сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, пациенты с иммунодефицитными состояниями, дети до одного года, беременные женщины. У нас есть сезонность для определенного вида вируса. Если говорить о том, какой вирус будет у нас циркулировать в этом году, мы пока ориентируемся на те страны, от которых у нас грипп и идет. Это, как правило, начинается с Азиатского региона, потом Россия, потом уже мы. Обезопасить себя можно. Следует помнить несколько простых правил уменьшения контактов с другими людьми, среди которых могут быть больные гриппом – одна из наиболее эффективных мер. Специалисты также рекомендуют мыть руки часто, носить с собой дезинфицирующие гигиенические салфетки, проветривать помещение регулярно, практиковать изготовление солевых растворов для увлажнения слизистых оболочек. И, конечно, не забывать о таком эффективном методе борьбы с гриппом, как вакцинация. Ваше здоровье в ваших руках, а ранее обращение к специалисту – залог успеха его сохранить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!